Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на канале КМФ-78. Мы продолжаем гулять по Большой Ладожской тропе. И сегодня я хочу рассказать о флисовой тактической рубашке от КМФ-78. С вами Санчес, поехали! Итак, что же из себя представляет эта тактическая рубашка? Ну, во-первых, это базовая рубашка, которая должна носиться как второй слой. Она может носиться как самостоятельно, так и как слой под бронежилет или под разгрузку. Ну, или как вот я ношу, простой турист, просто вместе в сочетании с жилетом. Флис – это хороший износостойкий материал, который хорошо согревает. Причем он согревает даже в том случае, если намокает. То есть он теряет свои свойства согревающие. В случае того, если он попал под дождь или вы вспотели, он хорошо отводит влагу от тела. Выводит ее дальше от первого слоя через свой второй слой базовый. И дальше через мембрану или просто на воздух. Поэтому вы остаетесь в сухости. Он очень быстро сохнет даже на теле. Поэтому это хороший, теплый, согревающий материал. Спереди здесь нету карманов, потому что все это обычно перекрывается. Либо разгрузка бронежилетом, либо вот просто как у меня жилетом. Но есть карманы с боков. На каждом рукаве есть достаточно большие объемные карманы, в которые можно разместить что-то необходимое. Документы поместить, ключи, телефон или что-то еще. На обоих рукавах есть два таких больших, мягких, объемных кармана. Рубашка изготовлена из флиса, прямого кроя. Воротничок-стоечка, который закрывает горло хорошо, если его застегнуть. Ну и опять же, если его расстегнуть, то можно носить просто как котлажной воротник. Он хорошо мягенький, складывается. При этом он достаточно высокий. Защищает горло, когда ты идешь на улице и дует ветер. В общем-то, он хорошо горло защищает. Вот этот высокий воротник, кроме согревающей функции, еще и защищает нашу шею от натирания. Снаряжением, которое вы носите, лямками рюкзака, жилета или чем-то еще. То, что надето, то, что может натереть шею. А мягкий флис вот этот предотвращает как раз натирание. На локтях есть дополнительная защита. Вставлены такие усилители из флиса. И когда ты будешь что-то делать, работать, локти не будут истираться. На рукавах манжеты сделаны для того, чтобы ничего не поддувало туда-вовнутрь. Мне это нравится. Мне больше нравится с манжетами на резиночках, чем с прямого кроя. Потому что точно сюда ничего не будет поддувать. Ветер холодный, когда ты носишь это как дополнительный слой в зимнее или холодное время года. Эта флиска выпускается в России под брендом КМФ-78. Что бы я сюда добавил, наверное, это я бы сделал дополнительное усиление в задней части спины. Вот здесь, когда ты снимаешь кофту, ты берешься вот так вот рукой и тянешь. То есть, если вот здесь была бы небольшая вставочка, то это было бы неплохо для того, чтобы защитить и добавить этой кофте носкости. Кофта хорошая, приятная. Флис хорошо быстро сохнет, хорошо удерживает тепло. Я его ношу как вот второй слой, когда надеваю сверху жилетку, но также поддеваю его под совшельную куртку. И мне хорошо, тепло в активности вот до минус 5 градусов. Так что, друзья, не забывайте, что можно прийти к нам в магазин в Санкт-Петербурге, где профессиональные консультанты помогут вам подобрать нужное снаряжение. С вами был Санчес и КМФ-78. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok